Гомельский филиал Университета гражданской обороны, Министерство по незвучайных ситуациях в Беларуси. 12 червня 7-го ранится. Гуманитарный конвой ректуется отправиться в Украину. У Гомель машины прибыли на передании. Тут предупрежденный отпочинок. У вогули, у дороги водителям, находится еще несколько суток. Груз шмат метовый, его необходимо доставить по некоторых адресах. Четыре великогрузные автомобили с надписьом «Гуманитарная допомога». Это уже другие конвой, которые Беларусь накировывает в Украину. Причем на этот раз везутся не только продукты харчеванья, а и обсталевания для средних школ. К греху меньше, как про сгодину, машины прибывают на погранпереход Новая Гута. Далее уже украинская территория. По коль оформляются документы на выезд, надзвучайный полномочный посол Беларуси во Украине Игр Сокол, рассказывая, что конкретно передает беларусский бок. Для двух с половой тысяч комплектов продуктов харчеванья во Украине их размеркует через червоный крыш. А про чатаго две машины самостоинно накируются в Донецкую и Луганскую в области. Комплектация машин одинаковая и в Донецк, и в Луганск. По 75 комплектов парт с двумя стульями для младшего школьного возраста, по 150 комплектов парт и два стула для старшего школьного возраста, по 75 шкафов для школьных принадлежностей и учебников, и по 44 холодильника «Атлант» для школьных учреждений и для медицинских учреждений. После того, как спецтавару был узгоднен ободума боками, непосредственно комплектацией конвою занимался Министерство по незвычайных ситуациях. А про чатаго его задача – доставка до места призначения непосредного Украину, это другий беларусский конвой, первый был доставленный ровно год тому. Хоть в уголе у беларусских вартовальников в этой справе достатково значный опыт. Министерство по чрезвычайным ситуациям уже более 60 раз оказывало гуманитарную помощь и, в принципе, выполняло поручения как главы государства, так и правительства по выполнению вот этих задач, связанных с проведением спасательных операций, оказанием гуманитарной помощи другим странам. Разрешение об доставке гуманитарных грузов у Донецка и Руганской области было принято и в минулом году, подчас встреча президентов Беларуси и Украины. У речи у этих регионных шмат этнических беларусов, яким необходима допомога, у Краматорск и Северодонецк конвой прибудет уже на этом три дня. У нас почти что каждые две недели происходит встреча Минской Европы. Я скажу, что ситуация остается непростой, скажем так. И в связи с этим люди, которые проживают в этой зоне, нуждаются очевидно в помощи. И, собственно говоря, это будет то, что происходит сегодня. Это и есть тот реальный вклад в стабилизацию ситуации, в данном случае с помощью беларусской стороны. Олег Синтеров, Йорген Макеенко, телерадо-компания «Гомель». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова